Всем здравствуйте, меня зовут Южаку Антон, и это очередной выпуск «Ответов на вопросы». Вопрос задает Александр Ахрипов. Привет, Антон. Можешь рассказать про особенности роста определенных мышечных групп в разных видах спорта? Например, у пловцов, конкобежцев, гимнастов, грибцов, бегунов на длинные и короткие дистанции. Не могу понять, почему отдельно стоящих видах при вроде бы мощной мышечной работе нет роста мышечной массы. В других видах есть. У конкобежцев очень мощные ноги, но отставание вверх от тела. У спринтеров неплохие объемы всего верха. Велосипедисты все сухие, у гимнастов большая физнагрузка. Ну, в общем, там и так пошло-поехало. Значит, объясняю. В спорте есть такое понятие, как специализация. Соответственно, в любом виде спорта никто не тренирует те мышечные группы, которые, по сути, ему не нужны. Вот, допустим, если мы возьмем велосипедиста, который едет короткую дистанцию. Соответственно, у него идет и короткое время работы. Это у нас аэробный гликолиз, закисление, рост мышечной массы. Но где он проходит? Он проходит в ногах. Потому что, когда человек крутит педали, работают ноги. Руки у него не работают. Соответственно, что человек тренирует, то у него и прогрессирует. Прогрессируют у него, соответственно, ноги. Из-за короткого времени работы у него большие ноги. Если мы возьмем велосипедистов, которые ездят там длинные дистанции, соответственно, они уже работают больше в аэробном режиме, с использованием кислорода. Соответственно, у них уже нет такой сильной гипертрофии ног, как у тех, кто едет короткие дистанции при максимальном усилии и при коротком времени работы. Чем дольше у человека время работы, тем соответственнее у него меньше мышечной массы и больше выносливость. Чем у него короче время работы, тем у него больше мышечной массы и меньше выносливость. При этом больше сила. Это такая прямая специализация. Плюс специализация по мышечным группам. То, что тренируется, то и растет. Вот, допустим, там у грибцов, у них огромные широчайшие нормальные ноги за счет толчка ногами и за счет того, что они тянут широчайшими. Я когда-то учился в университете физкультуры. У нас грибцы там по 40-50 раз подтягивались на турнике вообще вот так вот, как разминку. Потому что это для них нормальное привычное движение. Оно входит в их специализацию. Они все время грибут, все время работают широчайшие и там все, грубо говоря, подтягивались от 10 до 20. Может кто-то там, кто этим целенаправленно занимался, подтягивался там раз 30. А ребята подтягивались 40-50 раз вообще в легкую. Потому что это их специализация. То же самое, если мы берем другие виды спорта. Кому-то надо, допустим, там более мощную шею, как у борцов. Они ее тренируют, у них шея большая. Там бодибилдеры шею не тренируют, у них шея маленькая. Соответственно, у каких-то видов спорта там длинные дистанции, им нужна выносливость. У них мало жира, мало мышечной массы. У других нужна большая сила. Соответственно, с ростом мышечной массы всегда растет жир. Поэтому у них большие мышцы, много силы, много жира чаще всего. И, соответственно, это там какие-нибудь метатели молота, метатели ядра, тяжелые атлеты, лифтеры. Это четко развитая мышечная масса в необходимых местах. Ну и, соответственно, с ростом мышечной массы у них больший процент жира. Вот, собственно, такие вот нюансы. Надеюсь, кому-то было интересно. Значит, здесь два вопроса. Один задает Леонид Хаминец. Антон, расскажи подробнее о методах быстрого засыпания. Второй задает Айчевава. Как уснуть? Мне за 30 и со сном всегда были проблемы. Значит, расскажу два метода. Метод первый медикаментозный. Это мелатонин. Мелатонин – это гормон сна. Вы его выпиваете за 15 минут до сна от 3 до 5 миллиграмм. Это вам позволяет более быстро заснуть. Соответственно, этот препарат можно использовать часто, использовать долго. У него нет привыкания к нему. И тут самое главное, я когда-то его использовал, главное заснуть где-то минут за 30-40, максимум час. Потому что, если не заснуть за это время, наступает такое состояние, не очень хорошее, как полусон, полу такое бодрствование, такое бредовое состояние. Соответственно, с него как-то тяжело заснуть. Я не знаю, с чем это связано, какой-то побочный эффект препарата. Поэтому я не использую мелатонин, потому что мне этот эффект не нравится, если я не успею заснуть. Все другие снотворные, они чаще всего более вредные, чем сам мелатонин. Мелатонин, в принципе, относительно хороший препарат. Теперь поговорить надо еще о том, как подготовиться ко сну. Мы можем частично подготовиться ко сну, чтобы мы быстрее засыпали. Для этого что нужно сделать? Первое и самое эффективное, это блокировать синие цвета. Выделение синего цвета, который максимально похож на естественный цвет солнца. Потому что солнце светит через небо, и синие цвета у нас блокируют выделение мелатонина. Поэтому есть различные сейчас приспособления, такие как, допустим, там специальные программы на ноутбук, которые блокируют синие излучения. Есть специальные программы на телефон, в некоторых они встроены. Там, где вы нажимаете кнопочку, у вас такой экранчик, опа, он становится такой, как бы, менее, менее синие цвета проявляются. Он становится такой более, более к желтому, в общем. Соответственно, это тоже помогает. Некоторые одевают очки перед сном, которые тоже блокируют вот эти вот синие цвета. Ну и, соответственно, тоже тогда легче засыпать. Поэтому нужно убирать всё, что мешает выделению мелатонина. В первую очередь, это синие цвета и, собственно, сам свет. Во вторую очередь, это звуки. Потому что, когда мы слышим звуки, у нас мелатонин хуже выделяется. Соответственно, чтобы лучше засыпать, я рекомендую, естественно, спать лучше в тишине, начиная засыпать. И без какого-либо вообще источника света. Это поможет. Потом, если мы поговорим о других методах, которые позволяют нам заснуть, мы можем поговорить о медитациях. Вот медитации хорошо позволяют быстро заснуть. Ну, смотря ещё какие медитации. Но есть медитации, при которых мы, допустим, суть медитации в том, чтобы остановить внутренний диалог. Иногда, когда мы ложимся спать, мы начинаем как бы разговаривать сами с собой. Мы ведём внутренний диалог, анализируем какие-то вещи, о чём-то думаем и тому подобное. Из-за этого мы не можем уснуть. Если начать медитировать, тем самым останавливая внутренний диалог и концентрируясь на чём-либо. Много таких есть медитаций, вы в интернете их сможете найти. Они позволяют засыпать быстрее. Если мне нужно быстро заснуть, иногда я могу просто там полежать. Мне это там 15-20 минут, 30 минут. Если я никуда не спешу, мне не надо срочно засыпать. То я могу о чём-то ещё поразмышлять. Но если мне надо чётко быстро заснуть, я понимаю, что мне там уже через 5 часов просыпаться. А я ещё даже не начал засыпать. То я иногда ложусь в удобное для себя положение, в котором я сплю. Ну и начинаю медитировать. И, соответственно, засыпаешь очень быстро. В то же время, когда, допустим, медитация идёт непосредственно для медитации, а не для засыпания, то, конечно, нужно садиться в такую позу, чтобы вы не могли заснуть. Допустим, чаще всего медитируют в позе полу-лотуса. Потому что в позе лотуса никто не медитирует, там ноги нереально сложить. Поэтому складывают ноги в позу полу-лотуса и медитируют. В такой позе очень комфортно, но при этом вы, с учётом того, что вы сидите, вы не сможете заснуть. Ну, вот такие вот мои рекомендации. Вопрос задаёт Шуры Муры. Здравствуйте, Антон. Хотелось бы узнать про зачатие ребёнка. Анализы у меня все в норме. Гормоны, спермограмма. Всё в пределах референсных значениях. Вопрос. Что влияет на пол ребёнка и что делать, если хочется близнецов? Значит, есть такая лука генетика. Она вам ответит на этот вопрос. Я не генетик, я вам чётко не расскажу, что конкретно влияет на пол ребёнка. Но я вам отвечу так, чтобы вы поняли. Вы никак абсолютно не сможете на это повлиять. Любые манипуляции, которые бы вы производили, они никоим образом не повлияют на пол ребёнка, либо на количество детей, которые будут одновременно рождены. Там 1, 2, 3, 4. Соответственно, все вот эти вот рассказы про то, что там надо в полнолуние, либо там мужчина должен быть сверху, это всё абсолютно херня. Единственный шанс, что там, какой шанс того, что у вас будет близнец, когда-то я читал какие-то исследования, где говорилось о том, что через поколение большой шанс того, что родится близнец. Соответственно, если у вашей родители близнецы, кто-то один из ваших родителей, то, соответственно, возможно, есть больше шанс, что у вас родятся близнецы, чем у какой-либо другой пары. Но в то же время вы же сами никак на это не повлияете. Если нету никого из родителей близнецов, то, соответственно, никак близнецы у вас не родятся. Поэтому никакие абсолютно методы, препараты, ничего никак не повлияет на то, родится у вас мальчик или девочка, и родится у вас один ребёнок или несколько. Поэтому не зацикливайтесь над этим. Как будет, так и будет. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если у вас есть интересные вопросы, задавайте их в комментариях. Самые интересные вопросы будут попадать в выпуски «Ответы на вопросы». Кого интересуют дистанционные тренировки, терапии по повышению уровня тестостерона, либо консультации, либо ведения по курсу, можете ко мне обращаться. Как со мной связаться, есть в описании к видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.